20 июля весь мир отмечает День шахмат. Примечательно, что Севастополь также внес посильный вклад в историю этого древнейшего вида спорта. В свое время знамя города-героя представляли пять гроссмейстеров. Впрочем, в этот раз речь не о них, а о севастопольских любителях. Без этих шахматистов летняя эстрада Приморского бульвара была бы не столь узнаваема. Севастополь славится своими шахматными традициями. Здесь, на Приморском бульваре, буквально ежедневно, если позволяет погода, собираются любители самой интеллектуальной игры в мире. Матчи проходят по классическим правилам, однако сами шахматисты нередко прибегают к советам зрителей. Здесь это не запрещено. Сегодня у вас так многолюдно. Это каждый раз так вообще? Да, практически каждый день. Мы ходим и вот такое вот все время. Ну, сегодня поменьше людей, а обычно вообще очень много. Знаете, очень интересно. Вообще в шахматах, я так знаю, любят тишину. Но советы как здесь воспринимают вообще? Ну, это тишина для профессионалов. А мы приходим не только поиграть, еще и поболтать. Поэтому здесь тишина, она не всегда бывает. Шахматы – это не только борьба умов, но и борьба нервов. И главное здесь ничего не упустить. Этот матч завершился победой – эффектным матом в исполнении белых. Проигравшая сторона признает – не доглядели. Где вы допустили ошибку, как вы считаете? Заснул, как говорят. Мы как говорим. Ну, это шутка такая. Надо немножко-немножко думать. Вот и все. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, что самое главное в шахматах – бдительность или же все-таки какой-то стратегический расчет? Бдительность. Бдительность, бдительность. Это главное. Шахматам, впрочем, как и любви, все возрасты покорны. Молодых людей встретить в окружении старожилов – редкость. Они приходят сюда, чтобы не только хорошо провести время, но и набраться ценнейшего опыта. На самом деле сюда приходит весьма мало людей молодых. Я часто играю со старшими. Они зачастую играют сильно, но наоборот, играть с сильными сперниками – это опыт. Есть компьютерные игры. Почему шахматы? Почему такое увлечение? Стратегическая игра, которая позволяет развиваться. Это всякое лучше, чем тупо деградировать. Поэтому вот так вот. Юный Андрей Журавлев – частый гость уличного шахматного клуба. Мальчик вместе с мамой Еленой приходит сюда, чтобы поупражняться с более сильными соперниками. Андрей занимается в секции у севастопольского гроссмейстера Натальи Михайловной-Ручьевой. Чувствуется прогресс? Конечно, чувствуется. Вот сейчас ждем соревнований, ждем чемпионата Севастополя, первенства Севастополя в сентябре. Так что посмотрим, на что он гораст. Конечно, хотелось бы, чтобы он стал гроссмейстером или каким-то великим шахматистом. Но это все будущее, мы будем смотреть на это. В советские годы шахматы в Севастополе были особенно популярны. Наша школа дала миру пятерых гроссмейстеров. Владимира Маланюка, Александра Анищука, Наталью Ручьеву, Диану Арутюнову и Игоря Смирнова. Эти имена прочно вошли в историю шахматного спорта. Иван Клепачев, Виталий Козловский, Севинформбюро.